Быть участником танцевального коллектива – это значит постоянно работать над собой, следить за пластикой, осанкой, ежедневно оттачивать мастерство. А быть руководителем образцового ансамбля танца «Надежда» вдвойне ответственно. Само звание обязывает ко многому. Важно вдохновлять своим примером каждого из ребят, постоянно подтверждать почетное звание коллектива и покорять новые вершины. Мы с детьми стремимся к достижению каких-то целей, мы делаем постановки, мы учим движенческий материал. В основном это у нас программа народная, мы проходим танцы обязательно белорусские, русские, украинские. Мы знакомимся с польскими, у нас даже еврейские, итальянские, испанские танцы есть. Ну и, конечно, в данной ситуации мы немножко подрастеряли свою концертную деятельность, но мы пытаемся наверстывать ее, вот теперь участвуя в онлайн-конкурсах. И вот последний наш конкурс, где дети стали лауреаты первой степени. Ансамбль «Танца «Надежда»» неоднократно становился призером и победителем международных танцевальных конкурсов. Однако до этого момента не то что побеждать, даже участвовать в онлайн-конкурсах не приходилось. А ведь это совершенно другая атмосфера. К 24-му международному конкурсу дарований талантов «Времена года», который проводился в онлайн-формате в Турции, коллектив готовился основательно. И в самый важный момент ребята собрались и, как всегда, выступили на пределе своих возможностей. Сложно ли участвовать в онлайн-конкурсах? На мой взгляд, да. Потому что, когда ты выступаешь перед жюри, да, они на тебя посмотрели сразу на эмоциональном подъеме, все это все довольны, все хорошо, замечательно. В дистанционных конкурсах есть кнопка «Стоп» и есть кнопка «Отмотать назад», где можно рассмотреть все недостатки и недочеты. Мы участвовали в международном конкурсе, и это было очень волнительно. Не знать своих соперников, их уровень, это было очень ответственно, но мы все же победили. И это неудивительно, ведь искусство танца дарит радость прежде всего каждому из ребят. Они готовы к долгим репетициям, чтобы потом увидеть радость и улыбки зрителей. Да, я танцую, мне кажется, что кто на нас смотрит, им очень хорошо становится, сразу весело, и им приятно смотреть на нас. Это очень хорошо, что я занимаюсь танцами, им очень нравится, как мы все танцуем, потому что это позитивно, и на лице сразу улыбка. В стенах городского центра культуры собирается много одаренных детей, и это еще раз доказывает, что и в наше время язык песен и танцев – это универсальное средство, которое объединяет всех. Людмила Логодич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания «Буктовая».